Лесные истории Здравствуйте, ребята Здравствуйте, дорогие папы и мамы А также бабушки и дедушки Да И тетя Вика, здравствуйте Здравствуйте, тетя Вика А где вы долго так были? У вас был перерыв, да? Да, иногда и перерывы случаются Да Вот смотрите, мы сегодня с вами поздоровались по-обычному Вы знаете, что в некоторых странах, например, в Новой Зеландии Коренные жители здороваются немножко по-другому Они здороваются носами Вот так Динь, 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 динь Помни с тобой так Динь, 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 динь Как щекотно Да, мы так с Пушком здороваемся перед сном Когда спать ложимся Оказывается, вы уже практикуете этот способ Да, давно Мы это иногда только Пушок, а для чего еще нам нужны носы? Как это для чего? Для чего, скажите? А дышать как? А, Пушок Конечно Вдыхаем, выдыхаем Через ноздри, конечно Да, через ноздрики А еще можно что-то Ой, слушай Кстати, серый бок, слышишь? Что-то пахнет Что-то пахнет у вас Тут что-то есть у вас? А, ребят, серый бок, я знаю У меня есть кое-что Смотрите Я огоражу от зайцев Блокнотиком И вам покажу Что покажете, я сейчас подсмотрю У нас здесь есть Кое-что очень ароматное Пахнет, слышишь? Давайте посмотрим Угадает ли наши зайцы, что это такое или нет Серый бок, это у меня от голода Такие запахи Чем это пахнет? Пахнет, я чувствую цитрусовым Только не знаю какой Какие ты знаешь цитрусовые, ну-ка назови Ну, скажем, лимон Лимон А, ребят, лимон Мандарин А еще мандарин люблю точно На Новый год всегда Близко, близко Почти угадали? Ай, я шарил! Не знаю, я знаю А, пень Си! Молодцы, молодцы Молодцы, мы молодцы Молодцы Покажите, покажите Вот он апельсин Я его сейчас уберу После передачи он ваш Ура Кушать, кушать, спасибо вам, что вы нам принесли Такой вкусный апельсин Ну слушай, я не смогу так долго выдержать Осенью он уж он вкусно пахнет Точно, а что будем делать? Я его салфеточкой прикрую, чтобы он не очень пах Я думаю, салфетка не поможет И ребята там тоже, наверное, слышат этот прекрасный запах Ребята, вы тоже, как и мы, любите эти аппаповельсинчики, да? Аппетитные апельсины Аппетитные аппаповельсинчики Что дальше? Серый бок, а как вы думаете, какие животные чувствуют запах лучше всех остальных? Какие? Слушай, ты знаешь Ну, я знаю Ребята, вы знаете? Я знаю, знаю, знаю Кто же, кто это Пушок? А, у нас это тяжелая лапа О, да А это потому, что у него самый большой нос Вы знаете, размеры носа не говорят о том, что он чувствует лучше запахи Животными, которые чувствуют запахи больше всего и лучше всего считаются собаки А, собаки юхают Сейчас я вам покажу, какие разные могут быть собаки. Ой, не надо, не надо, прячься, прячься собаки. Собаки, прячься, прячься. Ты боишься собак? Да, однажды у нас в лесу в Гореловской роще была собака, и она бежала за мной, а я убегал. Не переживай, не переживай, у меня совсем не страшные собаки, даже очень веселые и радостные. Страшные? Они не летают. Они игрушечные, смотрите, ой, каких красивых собак мы не боим, не боитесь. А еще, еще, и собаки, ой, какие хорошенькие, да, а еще лезьте, ну покажите скорее. Есть, сейчас покажем. Третья и четвертая, что не так? Да, это не собака. А что это? Серая не собака, ты что, серая не собака? Нет. Ребята, а вы знаете? А кто это, ребята? Кто это? Узнали? Кот, правильно, это котик. Конечно, это котик. Котик не проникал. Ты туда затесался неудачно, попал к нам неудачно. Иди, придешь на следующий раз в передачу. На следующую передачу мы тебя поговорим. Сегодня про собак. Да. Только не обижайся, мы тебя любим. Серый бок, ты знаешь? Мы его потом тоже апельсином угостим. А у кота тоже есть этот вот нос. А, нос, да. И у тебя нос, и у меня, и у тети Вики. Да, и мы с ними уже здоровались. Да, да. Но давайте все-таки поговорим о собаках. Давайте. У собак очень острый нюх. И люди используют это качество. Для чего? Вы видели? Вы видели когда-нибудь служебных собак? Что они делают? Они, знаешь, нюхают следы преступников. Конечно. И не только преступников, они по нашим следам бегают. Да? А зачем? По вашим? Точно, бегают и по нашим следам. Я думаю, некоторые люди, охотники, хотят вас сфотографироваться, фотоохотой занимаются. Да, да, да. Потом полная еще бегать, чтобы отдать фотографию. Да, да, да. А вот те, что вы... Фотоохотников. Что? А вот те, что вы говорили, для чего? Служебные? Да, служебные. Вот служебные, видишь, они называются служебные. Они нужны, служебные. Они обычно... Служебные, потому что они на службе у человека. Они служат. Они нужны для того, чтобы найти преступника по следам. Слышишь? Они помогают найти людей в завалах, после землетрясения, после несчастных случаев. Снежные завалы, слышал? Да. Были зимой, у лавины, так и жили. Эти собаки называются собаки-спасатели. Спасатели. Здорово. Есть собаки, охраняют дом, которые... Есть такие, да, охранники. Это охранники собаки. А вы знаете, как называют собак? Собака... Друг человека. Друг человека, конечно. Вот я знаю. Молодец, Серый Бук. А почему же их так называют, ребята? Вы знаете? Пушок. Почему так называют? Они дружат с людьми. Вот. Только дружат? Точно. Да? Да. Они им помогают. Конечно, они помогают. Я знаю, даже в магазин ходят. Или через дорогу переводят, когда много-много в большом городе машин. Молодец, Серый Бук, я про такую собаку не сказала. Это собаки-поводыри. Они помогают людям со слабым зрением. А еще я знаю, что если человек что-нибудь потеряет, то найти не может. А он зовет своего друга, и этот друг быстренько все находит по запаху. Нюх-нюх-нюх-нюх-нюх-нюх-нюх-нюх. И понюхал и нашел. Да, ты прав. Поэтому люди и считают собак своими друзьями. Потому что они всегда помогут. И всегда рядом. Они верные. Они всегда рядом, всегда рады видеть. Молодец, слабый друг человека. И ты тоже Серый Бук, друг человека. Я хочу сказать, не знаю, как там у людей. А у меня Серый Бук, друг мой. У меня это звучные друзья. Они разложные друзья. Как приятно на вас смотреть. И как приятно видеть такую дружбу. Ребята, у вас тоже, наверное, есть хорошие друзья. Да, ребята, да. Конечно, у них тоже есть друзья. А вы знаете, зайцы, что иногда случается, что нос совсем ничего не чувствует. Не чувствует? Точно. У вас были такие случаи? Я припоминаю такую историю. Что ты припоминаешь? Произошла Серый Бук. Какая? У него тоже нос ничего не чувствует. А, да, да. Было, было. Да. И как раз эта история у нас сейчас есть. А, здорово. Давайте посмотрим вместе с ребятами. Ребята, сидите и смотрите. А, как здорово. Лес преобразился. Кругом цветные листочки на деревьях. Красота какая. Эх. А утром зябка уже. Если бы не моя шуба, замерз бы я. А так шуба хорошая. Не замерзну. Вот, и грибочки красивые, и листочки красивые. Здорово у нас в роще жить. Ха-ха-ха. А, привет, Пушак. А, Митяй, привет, дорогой. А что это ты нарядился так здорово, а? Что это у тебя? Это у меня шапочка и шарфик. Это красиво. Ухи, шапочка какая. Да. И шарфик. А где взял? Это мне Проша подарил. Знаешь, свою шапочку я еще прошлой, прошлой весной потерял. И поэтому мне Проша подарил. Вот, а где, где твоя шапочка? И где твой шарфик? Ты тоже потерял? А зачем мне шарфик и шапочка, а? А как зачем? Мне и так неплохо. Так можно простудиться. Осень наступила. Простудиться? И потом будет насморк, будет так. А-а-а-а-ачки. Это тебе нужно шапочка и шарфик, чтобы ты не простудился. Посмотри на меня. Что? Ты посмотри, какая у меня шуба красивая. Дай, 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 посмотрю. Видел? Видел, да, хорошо. Мех такой теплый. А-а-а. У тебя меха совсем нету. Ты такой щупленький. Да ты что, ты осторожна. Ты что меня так, вот, осторожна. Тебе нужно шарфик и шапочка, чтобы заболеть. А я никогда не заболею. С такой шубой не заболею. Не заболеть ты куда идешь? А, я иду к своему другу Серому Боку. Зачем? Ты знаешь, что-то с утра было немножко прохладно. Надо бы попить чайок с медом липовым, а может быть, с вареньем сливочным. Я не пойду с тобой. Сливовым. Я с тобой не пойду. Ну и ладно, если что, приходи. Нет, нет, я тебе сказать хотела. Что? Почему я не пойду? Чего? Я иду к самому Иванычу в гости. Да, за книжкой, знаешь, о здоровом образе жизни. Вот такая у него есть книжка. А это мне Проша посоветовал. Он когда почитал эту книжку, он сразу вылечился от простуды. Ха, значит книжка лечит. Нет. А что? Там написано, как надо простуду победить. А, лечиться как? Да. Ну ладно, а я пойду чайок попью. А ты иди, читай свои книги. Зато я буду знать, как простуду лечить. Молодец. Передавай Серому Боку привет от меня. А ты, Иванычу, пока. Пока, пока. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ха, здорово как. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Зарядку делаешь. И все. Главное тут что? Главное бегать и прыгать. А кто бегает и прыгает, тот не болеет. А вот если ты не бегаешь, тогда можешь замерзнуть. А если замерзнешь, то и заболеешь. Вот мой секрет. Вот смотри. Холодная сырая погода и связанная с этим переохлаждение всего организма или отдельных его частей являются причиной простудных заболеваний. Да, потому что если весь организм остудился или его отдельные части, например, ушки, носик, лапки, хвостик, переохлаждение, понимаешь? Тогда вот сразу и заболеваешь. Молодец, Митька, молодец. Вот давай дальше продолжим. Давай. Для которых характерна низкая сопротивляемость организма. Вот. Иммунитет понижается. Так а что такое иммунитет? Иммунитет это когда организм сам не может справляться с болезнью, понимаешь? Потому что он ослаблен. А если иммунитет хороший, организм сам борется с болезнью и выздоравливает. Вот. Вот дальше смотри, еще интересней. Сначала появляется насморк, першение и боль в горле, кашель и повышается температура. Когда повышается температура, я знаю, и лобик горячий, голова горячая, лапки горячие, все тело горячее, как будто горишь. Вот. А першение в горле, что это такое? А першение в горле, это когда не можешь проглотить ничего. Так вот, сразу хочется кашлять. И поэтому наступает кашель. И горнышко, когда болит, вот простуда болит горнышко. Не можешь глотать. Больно. Ну, понятно, понятно. Молодец, Митька, все правильно разъяснил. Ну, я так думаю. Ой, ты что? Извини. Вкусный у тебя, однако, серый бок, чай. Липовый, небось. Это липовый, липовый. Верно ты сказал. Если липовый чай выпьешь, да еще с метком, никогда не заболеешь. А я и так никогда не болею. Я бегаю и никогда не болею. Что-то тихо привязался. Хорошей профилактикой простудных заболеваний является лимонная вода. А как делают эту лимонную воду, а? Ну, вот сейчас дальше, наверное, мы все и узнаем. Для ее приготовления необходимо выдавить один лимон. А потом залить выжатый сок двумя стаканами чистой питьевой воды. А-а-а. Вот. Да. Также полезно заниматься физкультурой. Ой, а я делаю физкультуру. Занимаюсь физкультурой. И обливаться холодной водой. Ой, холодной водой. Это, наверное, очень холодно. И неприятно, наверное. Да, я не пробовал. Ну, давай дальше. Давай. Если вы все-таки простудились, Ага. То постарайтесь сидеть дома и не ходить в общественные места, чтобы никого не заразить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! А пушок заболел и может заразить серого бука. А почему? Как это может произойти? Он к нему домой пошел в гости. Ага, понятно. Надо мне его предупредить, да? Да ты не торопись, Митька. А чего? Может, он и не заболел. Не заболел? А если заболел? Хотя, конечно, предупредить их об этом стоит, наверное, да. Ага. Тогда я побегу. Ага. Ладно? Я пойду. Эхе-хе-хе-хе. Прав был Митька. Зря я его не послушал. Говорил он мне, не ходи в такую непогоду без шапки. А теперь вот это. Ап-ща! Ох, чих напал. Хорошо, что был у серого бука. Он мне чаем напоил. Сейчас домой дойду и буду лепши собуду. Пушок! Оу! Оу! Пушок! Хей, я здесь. Привет, Митька. А что с тобой, Пушок? Да вот, понимаешь, чих напал на меня. Чих напал? Да. Это первый признак, что ты заболел. Тебе надо срочно лечиться. Я знаю, как тебя лечить. Вот я и иду домой. Там чай у меня есть. И что? Мед есть. И буду лечиться. Ты что? Этого совсем мало. Не достаточно? Нет. А что, Митька? Знаешь, тебе еще надо пить очень много-много воды питьевой чистой. Так, вода. И витамин С. А он есть только в лимоне. Значит, тебе нужно выдавить сок из лимона, налить в чашечку и пить. Хорошо. Потому что в нем много-много витамин. Да. И знаешь, что еще? Тебе нужно горло полоскать свежим соком из капусты. Хорошо. Вот. И кроме этого, знаешь, что еще нужно? Что? И отвар из голубики. И лежать, лежать. И укрыться теплым одеялом. Да. И еще нужно четыре раза в день делать дыхательные упражнения. И еще... Ой, стой, стой, стой. Хватит, Митька. Ты знаешь, я это все не запомню. Ты что? А хочешь, я приду тебя домой лечить? Ха, ты придешь в меня лететь? Да, да, да. Ой, спасибо. Конечно, хочу. Мне будет очень приятно. А, ну пойдем. Горлышко надо полоскать. Давай. Хорошо. Молодец. Теперь липовый чай надо пить. Я тебе приготовил с медом вот здесь, в этой кружечке. Липовый чай с медом пей, пожалуйста. Вот так, молодец. Кусто, да? Это я приготовил для тебя. Вот. Обязательно будешь здоровым. Горячий? Да, надо горячий, тепленьким, горячим. Хорошо тебе теперь. Не болит, парнишка? Уже не болит. Вот видишь. Спасибо тебе, Митька. Ты меня почти вылечил. А, теперь пойдем в кроватку, я тебя укрою, и точно будешь здоров. А я думаю, почему это меня в сон клонит? Пойдем, пойдем, надо прогреться, хорошо. Ну пойдем. Сейчас я тебя уложу, укрою. А может быть это одеяло потеплее взять? Ну давай это, это подойдет, да. Вот так, так, чтобы... Вот, вот, вот так. Как здорово я поспал. Теперь совсем здоровым себя чувствую. И прямо хочется в гости сходить к серому боку. Да, это... Привет, Пушок. Привет, Митька. Видишь, какой сюрприз тебе Проша передал. Это мне? Да, возьми. Спасибо. Подарок тебе, видишь? Да, спасибо тебе. А я знаю, что там, там шапочка. Да. И шарфик. Здорово. Оденешь и пойдем гулять. Хорошо, пойду померяю. Давай, пошли, пошли гулять. Хмурая, дождливая осень наступила. Да, уже теперь прохладно стало. Хмурая, точно хмурая и дождливая. Да. Но нам не страшно, правда? Да, нам не страшно, потому что у нас с тобой есть шапочка и шарфик. Конечно. Знаешь, знаешь, этот Прошка молодец. Да. Правда? Да. Позаботился о том, чтобы нам этой хмурой и дождливой осенью не было так холодно и сыро. Да, и он, знаешь, такой молодец. Он мне шапочку и шарфик. И мне. И тебе. Ой, дай посмотрю на тебя, какой ты красивый. Знаешь, тебе так идет эта шапочка и прямо к твоей шапке подходит. Такие цвета красивые, да? Он, наверное, посмотрел летом, когда я собирал колокольчики, там всякие цветочки. Такие цвета я люблю. Это мой любимый цвет, он знал. Да, Проша, оказывается, у нас очень наблюдательный, да? Да, и у тебя красивый вот здесь вот смотри, какой буртик на шапочке. Нет, козыречек. Это козырек. Козыречек. Да, вот тут вот, видишь, такой козыречек у меня. Здорово, и цвет тебе осень к лицу. А, мы теперь приготовились к осени, да? Теперь нам не страшна осень. Не страшно холода, знаешь, что-то холода отстала, да. Да, ты знаешь, скоро зима придет, и ударят морозы. А что ты будешь делать, когда ударят морозы? Ай, когда сильные ударят, я в норку спрячусь и на улицу не выйду. А ты? Как не выйдешь? В таких нарядах даже зимой можно выйти на улицу. Правда? Конечно. Ой, как хорошо. Теперь я точно знаю, что всегда надо одеваться по погоде. Ну что, ребята, как вам мультфильм? Интересно, правда? Очень поучительный. А все про меня. Про тебя поучительный мультфильм. Видите, Серый Бог, получается, что если правильно одеваться, одевать калоши и резиновые сапоги, когда бегаем по лужам, шарфики, шапочки, когда снег идет, то тогда мы не заболем. Никогда не заболем. И хорошо, что Серый Бог послушал совет своего друга Митьки, который ему посоветовал одеть шарфик. И он не поленился, одел, потрудился и в результате выздоровел. Да, я был послушным и оделся, да. Ты молодец. А вы знаете, в Библии так и сказано. Что сказано? Давайте прочтем. Каждый получит свою награду по своему труду. Видишь, потрудился, одел шарфик и выздоровел. И получил хороший результат. А ребята, вы бываете послушными, когда вам говорят, что нужно одеться или зонтик взять, потому что дождик идет, а? Или выпить теплый чай с лимоном. Да. С лимоном это здорово. Да, я тоже люблю чай с лимоном. Конечно. Пушок, Серый Бог. А вы знаете, что есть животные, у которых совсем необычные носы? И они не только нюхают, не только дышат и даже не только здороваются. А у них некоторые другие функции. А мы не знаем. У нас в Галиловской роще нет таких. У всех нормальные носы, как у нас. Одинаково такие похожие. Давайте посмотрим на экран на этих животных. Давайте. Ну-ка. О, какие животные. Да, у нас таких точно нету. А нос, нос. Вот этот большой, ты видел? Большого такого толстого, круглого. Это слон. Слон. Он живет в Африке. А где живет? В Африке. Ты знаешь, где Африка? Нет. И я не знаю. Ребята, а вы знаете, где Африка? А вы знаете, ребята? Ха, ребята могут спросить у родителей. Конечно. Они расскажут. Или посмотрите где-то в справочнике или на карте. На карте найти Африку. Нарисуйте нам, какие животные еще живут в Африке. Нарисуйте слонов и присылайте нам рисунки. Ой, как интересно будет. Я бы, наверное... А вы знаете, Пушок? Что? Что делают слоны своими необычными носами? Нет. Ха, нюхают что-нибудь. Нюхают тоже. Этот нос у них называется хобот. Хобот? Хобот. Да. Для чего хобот? Хобот у них выполняет функцию и верхней губы, и носа, и даже руки. Они хоботом могут брать предметы, мелкие поднимать их. Могут себе спину почесать хоботом. Да, интересно. Только я тебе могу спину почесать. Набрать воду и полить себя. Я могу, смотрите, видите? Поэтому у тебя нет хобота, серый бок. У меня лапка. А как они пьют с такой губой-то? А пьют они тоже через хобот. О, ты понял? Водичку набирает много-много. И носит, носит эту воду, или сразу пьет. Какой смешной зверь, да? Да. Пушок, серый бок. А давайте обратим внимание на собак, которые у нас здесь на столе стоят. А что, собаки? Вы знаете, смотрите, они совсем ведь разные. И не похожи друг на друга. Это собаки разных пород. Ребят, может быть, среди вас есть любители собак? Вы посмотрите внимательнее. Может быть, вы узнаете здесь какую-то породу? Да. И напишите нам, что это за породы. Расскажите немного об этих собаках. Да. А у кого есть собаки, пришлите фотографии у вашей собачки. Если у вас рисунок четвероногий друг в виде собачки, пришлите нам фотографию вашего друга. Да. Нам будет очень интересно. И мы посмотрим. А мы вам в ответ на ваши письма и рисунки вышлем уроки библейские небесные лучи. Небесные лучи. Они разноцветные, красивые. Разноцветные. Ничего только нет. И интересные рассказы, и сказки, и получительные задания. Ага. Пишите, мы вам вышлим обязательно. Да. Пишите по адресу. Адрес слушайте, адрес, ребята. А лучше записать. Да. Или бабушки, дедушки запишут. А вы меня не перебивайте пока. Хорошо. 300-012, Тула, абонентский ящик 170, радиотелецентр «Голос надежды». Да. Передача «Лесные истории». Лесные истории. Это про нас. Про нашу горелоскую рощу. До свидания, ребята. До новых встреч! До новых встреч! Так крепнет дружба, лес словно дверь распахнет, Тайну откроет детям тот, кто прощает и не врет. Тот лучший друг на свете. Не за морями, а близко рядом Согрей улыбкой и добрым взглядом Лес словно перераспахнет, тайну откроет детям Тот, кто прощает и не врет, тот лучший друг на свете Субтитры создавал DimaTorzok